Расскажите о случае, когда паранойя спасла вас. Однажды я рассердила коллегу. Одна из пациенток взбесила ее. Несмотря на то, что у пациентки была болезнь Паркинсона и еще несколько болезней, коллега решила проигнорировать ее во время обхода и заставила ждать, пока она покончит со всеми остальными. Я не собиралась мириться с такой мелочной злобой. Как сотрудник дома для престарелых, ты должен заботиться о престарелых. Точка. Поэтому я подошла к старушке и сама занялась ею. Это чертовски разозлило коллегу, поскольку она не могла смириться с тем, что кто-то оспорил ее авторитет. Она очень громко начала ругать меня с другого конца коридора и решила закончить рабочий день раньше за свои труды. А теперь про мою паранойю. Уходя с работы, я всегда заглядываю под машину, прежде чем уехать. Знаете, на случай, если кто-то залез под нее или испортил что-то. В этот раз эта привычка окупилась сполна, потому что муж этой стервы обрезал тормозную магистраль моей машины. Слава богу, там были камеры наблюдения. Они записали, как он залез под мой фургон, пока она стояла на стрёме, скрестив руки на груди. Она попыталась убить меня за то, что я отказалась поступить жестоко с 98-летней женщиной. Я всегда запирал дверь спальни, чтобы если в наш дом ворвется серийный убийца, ему пришлось бы выбивать мою дверь, разбудив меня. Так у меня, по крайней мере, был бы шанс оказать ему сопротивление. В итоге один человек реально выбил парадную дверь нашего дома и подошел к моей спальне и попытался открыть дверь, что разбудило меня. Затем он выбил ее, а я к тому времени уже проснулся и схватил электрошокер. Не знаю, сработал бы электрошок, но это была модель, которая издает очень громкий звук. Он был пьян в стельку, обматерил меня и убежал. Оказалось, что это какой-то чувак, который был зол на меня за то, что я переспал с его бывшей девушкой, хоть это и случилось за год до этого. Слава богу, что моя дверь была заперта. Я часто езжу на велосипеде. Каждый раз, как я поворачиваю в одном определенном месте, я всегда съезжаю на тротуар, потому что это один из таких поворотов, по которым водители любят проезжать на высокой скорости. На днях, когда я проезжал там, один водитель повернул на очень высокой скорости, причем в такое время, что мы бы точно столкнулись, если бы я не съехал на тротуар. Я был на крупной тусовке с запрещенными веществами на хате. Меня охватило чувство, что мне нужно выйти, поэтому я решил пройтись по двору многоквартирного дома. Я пробыл там всего пару минут, как внезапно приехали три полицейские машины. Копы у меня на глазах пошли в квартиру моего приятеля. Сотовых телефонов тогда не было, поэтому я не мог никак предупредить никого о том, что должно произойти. Всех в квартире арестовали, но так как я был во дворе, никто меня не тронул. Мне пришлось звонить маме из таксофона, чтобы она приехала за мной, что было отстойно, но все же лучше, чем быть арестованным. Мне показалось, что я почувствовал запах дыма в лесу. В течение нескольких недель у нас было очень сухо. Меня охватило чувство, что произошло что-то очень неладное. Я пытался убедить себя, что это ерунда, но мне не удавалось, поэтому я решил пройтись и проверить. И тогда я обнаружил крупный пожар, который только начался и шел прямо в мою сторону. Мне пришлось бежать, взяв лишь собаку, и если бы у меня не было этой небольшой параноидальной тревоги, мы могли бы не выбраться вовремя. Однажды я посигналил машине, которая выскочила передо мной. Водитель машины начал намеренно ехать очень медленно, и когда я начал объезжать его, у меня было чувство, что сейчас что-то произойдет. Поэтому я объехал его очень осторожно, и как только я поравнялся с ним, он повернул руль, пытаясь врезаться в меня. У меня всегда был какой-то параноидальный страх перед сумасшедшими водителями, поэтому я смог увернуться от столкновения как раз вовремя. Я тогда впервые возвращалась с тренировки самостоятельно. Я села в автобус, и после нескольких остановок начала чувствовать, нет, мне не нравится этот автобус, именно этот конкретный, но почему? После этого я вышла на остановки, я увидела, как колесо этого автобуса вылетело, и затем он перевернулся. Позже, когда я смотрела новости, следователи сказали по телевизору, ну да, мы нашли доказательства того, что то колесо, которое вылетело, было слабо прикреплено. К счастью, никто не умер. Черт возьми, я до сих пор не могу забыть об этом происшествии. Я был в клубе и почувствовал, что в воздухе висит напряжение из-за разборок между бандитами нашего района, которые должны были вот-вот разрешиться в этом самом клубе. Что-то сказала мне, что мне стоит пойти в определенное уединенное место снаружи, и как только я оказался там, я услышал пистолетные выстрелы, совершенные в клубе. Мне удалось избежать давки в толпе бегущих посетителей клуба и, возможно, шальной пули. Иногда полезно прислушаться к своему внутреннему чутью. Ехал по автостраде со скоростью более 145 км в час, обгоняя машины, которые ехали по правой полосе, как сумасшедший. Но, к счастью, никто не ехал по моей полосе. Но затем я увидел в зеркале заднего вида быстро приближающуюся машину. Должно быть, он ехал со скоростью более 190 км в час. Я сначала собирался посоревноваться с ним, но до эстакады оставалось менее километра. И меня внезапно охватило чувство, что сейчас произойдет какой-то пиздец. Я перестроился на правую полосу и начал снижать скорость, чтобы пропустить машину сзади. Как раз в тот момент, когда мы проезжали через эстакаду, полицейский внедорожник вылетел из-за кустов под мостом на левую полосу, и он погнался за той машиной. Через 2,5 км я проехал мимо них, когда обе машины стояли у обочины. Если бы я колебался хоть на несколько секунд дольше, это я бы стоял у обочины вместе с полицейской машиной. Я шел по центру города с друзьями. Мы собирались пересечь улицу по пешеходному переходу. Я почувствовал что-то неладное, поэтому схватил самого мелкого из моих друзей, который шел впереди всех, и оттащил его немного назад. Не прошло и двух секунд, как какой-то парень лет 19 на новом синем мустанге проехал на красный свет и затормозил у поворота на том самом месте, где до этого находился мой друг. Машина бы сбила и убила его, если бы я не оттащил его назад. Теперь это один из двух перекрестков, где я всегда стараюсь быть максимально внимательным. Я ехал между штатами Айдаха и Монтана. Дорога на границе штатов длинная и извилистая. Была уже ночь, я ехал с парой приятелей. Они спали, меня тоже клонило ко сну, и я начал периодически переходить с полосы на полосу на извилистом участке шоссе, просто чтобы занять себя чем-нибудь. Причем вокруг не было других машин. В какой-то момент я перешел на левую полосу и по какой-то причине остался на ней. Не прошло и 30 секунд, как дорога стала красной, и я увидел половину оленя на правой полосе, а другая половина была на обочине. Если бы я не остался на левой полосе, я бы врезался в гигантскую кучу мяса, разбив машину. Я больше не езжу по ночам, дикие животные ведут себя непредсказуемо. Я несколько лет был солдатом, и меня несколько раз отправляли на Ближний Восток в конце 2000-х. Я был на британской базе, неподалеку от Басры, и шел из одной части базы в другую с другом. По пути я увидел один из биотуалетов, которые были расставлены по всей базе, и я решил, что мне нужно отлить. Затем я вспомнил, что в них очень часто воняет, и испугался, что там, в лучшем случае, я подхвачу какого-нибудь противного жука. Биотуалеты опорожняли, но никогда не чистили. В худшем случае я полагал, что меня собьет какая-нибудь машина, так как биотуалеты часто оставили на краю дороги. Людей реально сбивали из-за того, что некоторые люди водили очень плохо. В тот момент я почувствовал, что сделать это будет плохой идеей. Я решил потерпеть, и мы пошли дальше. Внезапно я оказался на земле. Оказалось, что решение не заходить в биотуалет было лучшим решением в моей жизни. Повстанцы в Басре изо дня в день запускали ракеты и минометы по базе. Существовали средства обороны, установки CRAM, по сути это то же самое, что установки Phalanx, используемые на кораблях. Для решения таких проблем, но две установки, прикрывающие базу, были сломаны, из-за чего в системе обороны появились бреши. Повстанцам повезло, и их ракета попала в бреш, приземлившись прямо на биотуалет, от которого я только что отошел. Я и мой друг были на достаточном расстоянии от него, чтобы обойтись без ран, если не считать удара о землю. С тех пор я слышу плохо. Боже, это было невероятное везение. Моя мама часто рассказывает эту историю. Она работала в офисе, и у нее внезапно возникло сильное желание покинуть свой кубикл. Просто уйти и оказаться где-нибудь в другом месте без всякой причины. Не прошло и минуты, как секция потолка шириной 4,5 метра рухнула, обрушив на пол металл и штукатурку. Все это свалилось бы на нее. Я живу в городе, где по ночам довольно опасно. Я была в доме подруги, и становилось уже поздно, поэтому я решила пойти домой. На полпути к моему дому какой-то парень припарковал свою машину как попало, посмотрел мне в глаза и начал идти за мной. У меня было такое чувство, что кто-то гонится за мной. Мне было страшно идти одной. Не знаю, как в других местах, но у нас в стране иногда аптеки работают допоздна, поэтому я зашла в аптеку и сказала фармацевту, что меня преследуют. Фармацевт повел меня в подсобку, мы немного поговорили, и он отвез меня до дома. Через пару недель после этого фото мужчины появилось в газете нашего города. Полиция арестовала его за изнасилование девушки. По ночам я всегда ходил по коридору в темноте, не включая свет. Однажды ночью я дошел до конца коридора, и внезапно меня охватило острое чувство, что мне необходимо включить свет. Я вернулся в свою комнату и включил свет, затем снова вернулся в коридор. Прямо перед тем местом, где я должен был свернуть, лежала огромная и смертельно опасная змея Тайпан, которая в этот момент переходила из одной комнаты в другую. Если бы она укусила меня в темноте, никто бы не знал, какое противоядие нужно ввести. Да, это произошло в Австралии. Подруга сказала, что если я соглашусь пойти с ней на концерт, который должен был состояться в нескольких городах от моего родного города, то она встретит меня на автовокзале и повезет на концерт на своей машине. Сначала я была не против, но постепенно меня все сильнее и сильнее охватывал какой-то страх из-за необходимости находиться в автовокзале. В конце концов, я отказалась от участия в этом плане. Она перестала разговаривать со мной. Но у меня почему-то было чувство, что об этом не стоит жалеть. Примерно через неделю после того дня, когда я должна была там быть, кто-то устроил перестрелку на этом автовокзале, убив как минимум двоих людей. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok